Успеть до 25 сентября. К этому времени жилищники и коммунальщики должны закончить все текущие и капитальные ремонты, подготовить снегоуборочную технику и закупить антигололедные материалы. Мы не знаем, когда начнется зима, может быть какая-то ситуация, поэтому 25 вересня. Все системы должны быть готовы, подписаны акты. Это нас, в принципе, должно застраховать от каких-то несподиманных. Чуть больше времени у транспортников. До 1 октября нужно отремонтировать трамвайные и троллейбусные парки, в том числе отопительные системы в салонах. Проводим мы осмотр и ремонт отопителей салонов. На 60% уже закончили. 1 октября закончим полностью. В целом, предприятия готовы, сбоев не будет. Городские медучреждения и школы заняты реконструкцией котельных. В Горздраве в первую очередь позаботятся об отоплении детских больниц и роддомов. Там, где своими силами подготовиться к зиме не смогут, передадут котельные введение теплосетей. А вот в департаменте образования уверяют, с ремонтом 20 школьных котельных справятся сами. На последние сессии были выделены деньги на промывку системы опаливательной. И будем выделять в первую очередь заклады, которые потребуют промывки системы. Это те заклады, в которых было очень холодно в зиму. Особое внимание уделят прошлогоднему аутсайдеру 47-й школе. Ремонт отопительной системы подрядчик обещает закончить до 17 августа. И до 1 сентября заменить окна. Чтобы ремонт не помешал началу учебного процесса, Александр Син взял школу под личный контроль.